мы поняли что мы так рады что мы вообще сюда попали да мы стояли это выглядела очень может даже смешно со стороны рот до ушей хлопали в ладоши и мы понимали что что-то необычное здесь происходит выбор уже делал я потому что я именно делал предложение и я ни разу там не позволил себе какие-то вещи чтобы вольность или да там ее поцеловать там взять за ручку то есть еще мы ходили гуляли общались то есть даже первое время я ее не провожала я понимал что я хочу свой муж придушить я об этом говорю мне даже где-то смешно тогда мне было не смешно очень часто детям вопросы задаем не только себя потому что дети тоже могут сын скажи там матвей например сыну старшему как ты думаешь папа ну как ты думаешь папа маму любит да как ты это видишь и он рассказывает друзья рада представить вам сегодня и мы вместе узнаем историю молодой пары прекрасной четыре служителей в семейном служении они живут в городе томске и являются частью большой чудесной церкви прославление с нами сегодня в программе елена и александр заплоховы и елена могу сказать что наши общие друзья познакомили нас и сказали что вы также можно сказать христианский блогер и вы делитесь тем что бог вложил в ваше сердце и чем вы служите людям поддерживая их в разных ситуациях жизни вы эту информацию делаете открытой доступной для для многих людей из других городов регионов вообще тех кто находят вас поэтому я наверное сразу даже и представляю вас маленькая такая реклама как называется ваш блог я семейный психолог поэтому блог так и называется психолог фэмили сейф отлично друзья так что вы можете заходить на страничку в инстаграме находить елену с александром они дают рекомендации какие-то мудрые советы и вот мы сейчас узнаем как вы собственно сложились как служители как люди люди в боге и это очень интересная такая закадровая история когда ты не просто с профессионалом таким уже готовым готовым как будто прям рождение уже такой маленький готовый человечек как это происходит в жизни как вы встретились с богом поделитесь пожалуйста каждой своей истории я жила в обычной семье где мама папа нас три сестры и я закончил школу потом естественным образом пошла учиться в университет и для нас так как я жила в селе это было одной из такой главной целью поехать в город учиться в университете и участь там на педагога-психолога я общалась конечно же с одногруппницами и оказалось что соседка в общежитии тайно молилась за тех кого она знала лично у него был список я не знала в этом списке да и потом она спустя уже года призналась что я и моя одногруппница в ее списке и моя уже одногруппница сказала слушай я так хочу сходить в церковь ну я почему-то не хочу 1 давай вместе я бы ну давай давай за компанию схожу тебя поддержу и вот мы поехали узнали адрес приехали и когда зашли с первых минут мы поняли что мы так рады что мы вообще сюда попали да мы стояли это выглядел очень может быть даже смешно со стороны рот душей хлопали в ладоши и мы понимали что что-то необычное здесь происходит конечно же намного было непонятно да как скажем ну если смотреть с точки богословия да что господь нас коснулся мы не понимали но тогда уже это происходило переживали да да необычная на уровне эмоций мы понимали что это особенное место и это так получилось что у нас у двоих это произошло переживание вот мы покаялись и мы ходили мы были такими воскресными естественно да как то стало вас происходить да очень естественно но мы были такими прихожанками ухожанками то есть мы приходили воскресенье мы радовались хлопали и поклонялись но мы уходили неделю проводили время так как считали нужным жили обычной студенческой жизнью посещая ночные клубы и так далее вот и когда-то мы столкнулись с таким вопросом что подруга сказала слушай я не могу больше ходить потому что моя мама против вот просто мама стала очень сильно беспокоиться будет не ходить и умоляю иначе я умру и моя подруга на год мне придется выбирать между церкви и мамы конечно же я выберу маму ну что мне оставалось сделать я понимаю что моя подруга не ходит ну собственно я одна тоже наверно не буду ходить и через время я выпала до из собрания и ни с кем больше к сожалению не была знакома и как-то работая на своей работе я занималась молодежью профилактика вич спида наркомании ходила по школам проводила занятия на одном из очередных выездов я села в одну машину и там сидел мой будущий муж и я поняла что я видела его в церкви это была судьбоносная встреча потому что я никого не знал из церкви я ходила же только с подругой и когда я села в машину я поняла точно он из церкви я его там видео и мы сидели на разных рядах на первом и на втором и я сказал где-то я кажется вас видел он говорит и не знаю я вас не видел но потом он признался что он оказывается меня тоже помню это было тоже маскировался и мы ехали в машине провели занятия в школе ему дали самый отвязный класс он тоже занимался профилактикой и масса дали самый сложный класс где были таким там спецшкола была получается то есть кого-то родители находятся в местах лишения свободы у кого-то просто либо это сироты там ну просто вот кто от них отказался эти дети они не нужны то есть но соответственно это поведение там где они есть и учителя бьют тревогу что вот мы не знаем что с ними делать пожалуйста помогите на и вот александру дали сам не дали класс попроще я провела занятие мы дальше обратно поехали это было в отдаленном населенном пункте и мы поехали обратно машине я понимаю что нужно как-то завязать контакт я же никого не знаю а понимаю что вот хочется хочется мне как-то до вернуться и я сказала ему ну все до встречи пока он выходил из машины он даже не сказал ни пока никаких контактов и здесь я еще больше поняла что я во что бы то ни стало узнаю его контакт я позвонила в гос наркоконтроль и сказала мы ездили с одним молодым человеком дайте мне срочно его номер они сказали зачем на каких основаниях я говорю я приглашу его на мероприятие ну там придумала причину узнала его номер и мне удали предприимчивых девушек да я тогда даже не останавливалась я понимал что мне нужно я даже не могла себе объяснить почему но поставила цель и я написала ему сообщение и я пригласил на какое-то из мероприятий он сказал я буду занятки это планы и прошло если нам встретиться и это было можно сказать первым свиданием да но это не было официально название мы встретились пообщаться он опоздал на 40 минут я стояла его ждала он был на футболе я думаю я дождусь где-то точно было и но он сейчас скажет вторую сторону этой истории потому что были на то причина почему так себя вел и мы пришли в кафе и мы проговорили 33 часа мы проговорили до 33 часа просто вот я открыв рот не моргая слушала и задавала вопросы на разные духовные темы и я поняла что я хочу общаться дальше я хочу прийти в церковь и конечно же он сказал во сколько собрания и я возобновила до 5 свои вот эти посещения до богослужений же сама но уже с опорой на знакомство в церкви тоже да и я поняла что мне не хватает рядом человека духовно зрелого да то есть подружкой мы ходили как я говорил да вот просто интересно но пообщаться на такие глубокие духовные темы я поняла что на тот момент это был единственный человек кому я могла задать вопрос и услышать то о чем я вообще никогда не слышала не знала да какие-то слова из библии это для меня был вообще абсолютно новый мир и когда я уже вернулась церковь мы стали общаться все больше и больше где-то полно двух месяцев мы дружили встречались периодически но он не давал мне ни одного знака сигнала что я ему нравлюсь я была бескуражна потому что меня было вообще внутренний конфликт думаю интересно как бы общаемся он мне нравился да и не только как духовный человек но и внешне даже да и душевно это чувствовала расположение в этом общении и как бы глухо да и я удивлялась но произошел один переломный момент когда мы решили объявить помолвку это было уже инициатива александр да и я тогда наш все все сошлось и вот теперь александр расскажет как он узнал вообще бога и пришел к этому судьбоносному моменту бога я узнал благодаря своей мамы потому что именно это тот человек ну который меня вымолила то есть это благодаря ее молитвам но я сам не буду рассказывать всю свою историю там детство подростковый возраст там или еще я тоже из семьи принципе достаточно хорошие это папа и мама это один брат младший то есть я был старшим братом семье и я был очень гиперактивный ну ребенок сам по себе то есть ну вот заложенного у меня так вот и в 6 лет меня уже отдали ну потому что не знали что со мной делать а папа у меня сам был спортсменом занимался спортивной гимнастикой у меня решил отдать спортивную гимнастику вот и 6 лет я начал заниматься спортом да по полной программе говорит его мама что это на самом деле не сильно не отобразилось потому что приходил домой там я был тем человеком который в принципе был целеустремленный ну вот и я столкнулся с тем что вот самое основное что моя жизнь она была распланирована полностью но вмешалась вмешался тот случай как сейчас я это могу с осознанностью уже сказать что есть наши планы есть все-таки но божий план намного выше и лучше я столкнулся наверное и потом преодолел это наверное то что когда все идет не по твоему плану и по твоим задумкам и когда представляете 11 класс то есть вот я живу этой мечтой вот этими планами всем то есть у меня все уже ну вот конкретно и когда это есть 11 класс получается остается где-то месяц я знаю что все спортивные нормативы все нормально дядя мне поможет при сдаче ну там подготовить сдать все это мы вы че я да я это все сделаю все будет отлично и остается вот медкомиссия иду на медкомиссии меня просто обнаруживается кожное заболевание то есть которого у меня в принципе не было я не обращал сильно на это внимание и мне пишут диагноз неограниченно годный к военной службе и получается все все в расчете на годный да то есть я меня даже в армии за этого не взяли из-за этого дня то есть как я потом узнал то есть как бы и представляете вот и заканчиваешь 11 класс тебе сообщают все что ты хотел теперь это не как соответственно я пытался как-то договориться с врачами еще как бы ну я тогда не знал ни бога никого то есть как бы предпринимал всякие пути но вот не сложилось и ты понимаешь и ты как остался у этого разбитого корыта то есть все рухнуло казалось бы я как понимаю столкнулся с неудачей своей жизни то есть я чувствовал что я ну как будто бы какой-то неудачник потому что то что ты хотел у тебя это не получилось не потому что ты на это не способен а из-за какой-то непонятного недоразумения в твоей жизни которое произошло вот и поэтому я дальше ну что-то надо же куда-то поступать надо высшее образование папа мне помог предложили там давай по хоть куда-то поступишь ну и поступил хоть куда-то то есть но были определенные ценности которые за были заложены в моей семье в моей жизни то есть и все равно было такое влияние но это были девяносто и года когда я ну моя вот юность такая была то есть и то с кем я общался окружение помимо своей семьи очень сильно на меня повлияло как раз и это конечно были спортсмены на улице мы пробовали всякие не хорошие вещи я научился приспосабливаться я мог бы назвать себя сравнить с таким не знаю как это животный ну какому разряду просто относится хамелеон до который научился построиваться дома ты один в школе ты другой на площадке ты 3 на улице ты 4 и ты вот при научился в этом жить все то есть но была одна ценность которой мы говорили хотя в 6 лет уже попробовал сигареты начал их курить то есть мне это понравилось но занимаясь спортом то есть я купил сигареты 6 лет то есть лет в 11 мы попробовали первый раз пацанами алкоголь то есть ну родители думали как так ну потому что влияние в нашей семье то есть праздники застолья проходили ну и дети в этом во всем были мы были то есть если это классно для родителей это классно и для нас и вот так случилось что когда меня выгнали с института за хорошее поведение в кавычках когда я в присутствии аудитории в 120 человек оскорбил и унизил заведующей кафедры заведующего кафедры то есть надо было держать статус и марку там где ты находишься до перед пацанами ну и вот результатом что он мне сказал опять же помните тот первый момент когда я столкнулся второй момент опять же уже по моей гордости и глупости когда мне преподаватель сказал ты экзамен по данному предмету не сдашь вообще ты не сможешь его купить ты не сможешь договориться через каких-то знакомых потому что ты пошел против меня я тебе не дам возможности и все и я не стал даже бороться просто бросил то есть и вот еще опять и вот эти вот несколько ряд неудач на протяжении моей жизни они привели к тому что опять окружение поменялось я начал работать но опять же слава богу папа мне помог начал получать профессию ну то есть это не было там уже не военный просто получал профессию слесарь по ремонту оборудования то есть с чего-то надо начинать то есть на кондитерской фабрике красная звезда которая конфеты делают то есть вот и получается что работа на этой фабрике определенный круг людей то есть я пробую уже более серьезные наркотики то есть и там я как срываюсь полностью то есть и уже мне ну как все грани все границы они просто ломаются стираются то есть за очень короткое время я но это как опущенный человек получается да то есть полностью наркотики делают свое действие в моей жизни то есть и вот реально моя мама это тот человек который поверила в бога ну и благодаря ей то есть она уверовала во христа то есть через то что у меня были сына до проблема начали она пришла не она как она пришла за тем чтобы спасти меня мы сама приятно с богом да она встретилась она именно и когда она пришла ей сказали ну если вы хотите спасти своего сына вам самой надо сначала простить потому что невозможно чтобы слепой человек вел другого другом потому что куда да оба упадут куда и она начала ходить на все молитвенные собрания где у нас есть матери в молитвы, которые молятся за своих сыновей, то есть и церковь молилась. Слава Богу, то есть за эти молитвы, за то, что люди из нашей церкви, то есть вот на самом деле... Посвящены. Да, они приходили, они приходили для того, чтобы поговорить, встречаться со мной, человеку, который, в принципе, никому не нужен, ну, который в проблеме, потому что, когда я приходил домой, папа выбегал, он реально кидал, ну, мы жили в своем собственном доме, он, привидя меня, мог взять, кинуть там виллу или лом, ну, потому что... Чтобы отвадить тебя от дома, да? Да, да, потому что я приносил зло, и он не знал, как с этим бороться, он тоже, ну, не был близко с Богом. И вы надеялся его защищать, да? Да, да, и вот, ну, мама, она, он говорит, я поражаюсь в твоей вере, как ты вот веришь, и она ему говорила, он будет другим, он будет с Богом, он будет служить Богу. И тот момент, я помню, судьбоносный момент, который все перевернул именно в моей жизни, когда я пришел домой, ну, в очередной раз, чтобы там что-то провернуть, сделать то, что мне нужно, она мне сказала, я тебя домой больше не пущу, но я готова тебе помочь. И она говорит, знаешь, мне на тот момент был 21 год, и она говорит, я тебя не родила для того, чтобы ты умер от того, что происходит сейчас в твоей жизни, от наркотиков, от этого, от всего. И знаете, в тот момент реально, я вот сейчас этот, ну, помню момент, прихожая, пуфик, я просто падаю, говорят, ну, мужчины, они не плачут, слезы, хоп, все, я ничего не понимаю, как будто мир остановился вокруг просто, и, знаете, я потом понял, что это реально Бог показал эту картину, это видение, он показал, он говорит, смотри, что представляет твоя жизнь. Твоя жизнь, это вот как некое, если, знаете, посмотреть, ну, такое полотно, у меня оно было из черного цвета, ну, может быть, краски могут быть разные, и вот то, чтобы было там спорт, там, учеба, удовольствие, там, клубы, там, ну, все-все-все, то есть это же не все сразу так плохо, все это привлекает, манит, это все красиво, здорово, ты пробуешь, получаешь кайф, удовольствие, он говорит, для чего ты живешь? Да, на самом деле, Александр заключил завет с Богом незадолго до нашего знакомства, он сказал, Господь, все, я этим вопросом не занимаюсь, да, то есть ты сам приведи ко мне мою будущую жену, я не буду выбирать, проявлять инициативы, был, да, такой опыт общения с девушкой. Ну да, то есть у меня просто был один стандарт критерий, то есть перед Богом, что для меня было важно, что я как сказал Бог, мне нужна жена, которая будет любить тебя, знать тебя, поэтому Лена проходила очень большие проверки в этом плане. С твоей стороны. Да, то есть, ну как, не только с моей стороны, для меня было важно убедиться в том, что действительно нам с ней, то есть она разделяет, что это ценность, без которой мы не сможем, что это наша общая ценность, мы не просто ходим по воскресеньям в церковь, мы знаем Бога, Его любим, то есть и все вопросы были ну вот к нему, через него, то есть в наших отношениях, в нашей семье, то есть это была такая ценность, и для меня важно, чтобы тот человек, который рядом, чтобы эту ценность тоже разделял, поэтому я искал, но ища сам, я столкнулся раз, второй раз и понял, что ну что-то, ну в моем случае, да, все случаи. Плохо работает. И поэтому я сказал, Бог, вот ты мне приведи, ну потому что, как Лена сказала, что да, действительно, там, она напросилась на свидание, на общение, все-все, но выбор уже делал я, потому что я именно делал предложение, и я ни разу там не позволил себе какие-то вещи, чтобы вольности, да, там ее поцеловать, там взять за ручку, то есть еще мы ходили, гуляли, общались, то есть даже первое время я ее не провожал, ну может быть это не культурно, чтобы не давать повода, то есть, чтобы самому не искуситься тоже, да, то есть она возмущалась, ну как так, ну уже должен живут, ну по всем стандартам, правилам, то есть он меня проводить, ну а я как бы с другой стороны на это смотрел, то есть, чтобы защитить ее и себя от себя же. Да, то есть вот что, ну а если я ее провожать не буду, будет она со мной или нет, ну то есть это же тоже как бы такое. А, ну да, то есть духовная, есть ли духовная как бы какая-то связь, большее, чем просто интерес юноши и девушки, да? Конечно, ну потому что сегодня же много приходят людей, и когда вот мы уже по роду деятельности задаем разные вопросы, а человек ждет, ну вот это же изменится в нем, поменяется, он же станет другим, и мы всегда задаем вопрос, а если это никогда в жизни в человеке не поменяется, как вы будете тогда? И у человека тогда реально выбор, потому что для меня было больше даже я еще сам себя проверял. Действительно ты любишь, не просто вот, а вопрос влюбленности, да, это важный фактор, но вот на самом деле, то есть люблю тебя всю жизнь, готов ты любить ее всю жизнь, посвятить всю жизнь. Вот этот ответ внутри себя, я искал этот вопрос, когда я нашел, что действительно я готов, я хочу, то есть это желание, это моя готовность, независимо там трудно, сложно там, что будет происходить, какие события, может, ну все, что угодно же в нашей жизни происходить, мы ни от чего не застрахованы, ну, моя жизнь там... А сколько времени вот продолжался твой такой период вот испытания своих чувств и отношения к Елене? Ну, это получается было на протяжении дружбы, ну, вот мы месяца два-три дружили, то есть, ну, опять же, я как сделал, я подошел к одному из пасторов, я сказал, ну, чтобы быть во свете, да, то есть, ну, нас учат быть во свете, я считаю, это правильно, я подошел и сказал, да, под отчетным, как-то, я подошел и сказал, просто мне нравится одна девочка, она пока не ходит в церковь, то есть, ну, вот, несколько раз была, пришла, то есть, она мне просто нравится, я хочу с ней общаться, все, то есть, и это было, что я сказал об этом, то есть, и он сказал, вау, я очень рад, что ты будешь общаться, здорово, общайся хорошо, пообщайся правильно, то есть, знаешь все наши принципы, принципы, да, придерживайся их, и все, то есть, и это, ну, моя защита, моя безопасность, и поддержка такая получилась, да, конечно, то есть, и я вот месяца два-три, наверное, пока мы дружили, то есть, и потом, когда помолвка же, это же уже, ну, что... Посвящение определенное такое. Да, что я, опять же, но на протяжении помолвки мы благодарим, что есть в нашей церкви, это на тот момент было, потому что мы сегодня видим, что в некоторых церквях сегодня нет подготовки к счастливому супружеству, то есть, этот период, ну, просто, вот, ну, дружите, общайтесь там, а как это нет? Да, на самотек оставляется, да? А у нас есть, что тебя ведут в этой помолвке, что есть курсы определенные, которые необходимо тебе пройти. Какие вопросы вы поднимаете на этих курсах? Очень серьезно, и я благодарна, что мы проходили, у нас такой двойной пакет, да, мы прошли курс подготовки к браку, состоящий из пяти тем, да, как общаться, разрешение конфликтов, отношения с родителями, как проявлять любовь, это то, что мы вообще слышали, по сути, впервые, хоть я и училась, да, на психологическом, психологом, но я понимала, что многие вещи я не знаю, потому что я жила в семье, в которой был пример, как не надо, да, то есть я точно знала, вот так я не хочу, вот так у меня точно не будет, и я знаю, что большинство, да, сегодня, мы спросим, да. Так и живут, что они знают, как не надо, но не знают, как надо, да? Да, и когда был курс, я понимала, что все то, что поднималось, и тем более это велись супружеские пары, что мы очень ценно, да, с разным опытом делились, и я поняла, что это самое сейчас важное вложение инвестиций в нашу семью. И плюс, как я говорила, да, нам повезло вдвойне, плюс нас еще ввели индивидуально в помолвки семейная пара, пастора, к которой мы могли прийти и обсудить любые тонкости, вопросы. Я понимала, что сидя где-то в кафе на лавочке мы не обсудим, мы будем друг другу смотреть, там, да, сердечки из глаз, но мы не обсудим эти темы. И это тоже было огромным таким, знаете, закладывали в нас, да, и сегодня есть плоды от этого, чему я очень благодарна. И когда уже немножко, да, вернусь тоже, перед помолвкой, был такой тоже интересный момент, я пришла на одно из богослужений и села на одном из задних рядов, где было попросторнее, да, сидела одна, и пастор сказал, что у него такая есть традиция, да, поприветствуйте того, кто рядом и скажите какие-то добрые… Не всегда, да, не всегда, но в то служение оно было, и поприветствуйте, скажите какие-то добрые слова. Рядом со мной оказалась женщина, которой я развернулась, что-то пожелала, она мне пожелала, мы так обнялись, как-то вот так приглянулись, да, и в этот же день, это было вот накануне помолвки, мой будущий муж, он говорит, давай зайдём ко мне домой, я ни разу ещё не была, он говорит, хочу тебя познакомить с твоей мамой. Мы идём, пришли к дому, заходим, открывается дверь, и там стоит эта женщина, та женщина, которая на воскресном служении, она чуть не упала от радости, от счастья, она говорит, ой, да, и я такая, ой, и так было неожиданно и приятно, а она говорит, мы сели пить чай, она говорит, я была сегодня на служении, когда тебя увидела, думаю, как бы здорово такую себе невестку, говорит, так ты мне понравилось, и я думаю, вот эту, да, и ведут свою статистику. Были случаи, когда в церковь могли подойти и сказать, ну вы такие разные, вы вообще с разных слоёв, да, то есть вы вот, ну так, может быть, даже и не похожи, да, может быть, не стоит вам строить отношения. И я понимала, что это ответственный очень шаг, да, что мы сейчас, как бы мы не нравились друг другу, мы делаем вообще судьбоносный, да, такой шаг в будущее, в создании семьи, и я выбираю, учитывая все факторы, да, строить отношения с этим человеком или нет. И это такой достаточно был серьёзный шаг, но я понимала, что ответ внутри да, то есть я готова. И так получилось, что через буквально полгода после того, как мы поженились, мы сразу пошли на курс для супружеских пар, мы решили, всё нам надо, мы всё хотим знать, везде делали упражнения, всё обсуждали. И когда мы прошли курс, мы пришли к лидерам служения семейного и сказали, а можно, пожалуйста, мы будем тоже служить. Помогать. Мы понимали, что мы здесь ещё зелёные, но тогда я понимаю, какой шаг сделали те лидеры, они говорят, да, конечно. Они нам доверили потихоньку немножко, там, добрачные, да, тоже курсы. И мы пошли потихоньку на сегодняшний день, мы уже сами лидеры семейного служения, и мы так благодарны тому доверию, потому что мы росли, мы готовились к темам, мы тут же всё практиковали, мы тут же всё проходили на практике в живьё и тут же выходили. И когда мы учили, уже наставляли те, кто готовится к браку, мы были просто открыты, как книга, да, мы были примером, мы сказали, что да, может такое произойти, все это не беда, обращайте внимание вот на это, потому что мы поняли, что это важно, ну и так далее. И на сегодняшний день мы не идеальная семья, да, но мы та семья, которая живёт по тем принципам и совершает, конечно же, где-то ошибки, но самое главное, что нас, я думаю, спасает. То есть мы открыты, да, мы честны и открыты, когда мы в чём-то неправы друг перед другом, нас надолго не хватает, чтобы, там, да, обижаться или, там, мы не виним друг друга, да. Я вот тебе хотела и спросить как раз, вот когда ты ещё испытывал, вот, Елену и присматривался, ещё не будучи наставлен во всех этих уроках и так далее, а для тебя, мы уже поняли, было важным вот понять, насколько она именно для неё принципиально важна тоже следовать за Богом. Но ты же видел, наверное, может быть, или предполагал, может быть, какие-то недостатки её характера, насколько ты был к ним готов, вот этот интерес, ты увидел их, ты был к ним готов, понял, что я смогу с этим жить. Я его очень сильно удивила в браке. Потому что мне их не оказалось, да. Нет, наоборот, удивление в том, что, когда мы сблизились, конечно, поженились, мы все, да, у нас, как говорится, на розовые очки спали, и я его удивила теми своими неидеальными чертами, да, характера, которые во мне обнаружились, и где-то я помню его глаза, он был в шоке. То есть ты всё-таки недооценил, да. Почему? Но я, наоборот, дооценила вот как раз ответ на этот вопрос, который я искал, люблю ли я, ну, буду ли я любить её, то есть любовь в чём проявлялась, в полном принятии её такую, какая она есть, то есть со всеми её достоинствами, недостатками, с тем, что сейчас я вижу и чего я сейчас не вижу, увижу впоследствии. Вот этот ключевой, главный вопрос-то и ответ на него, то есть внутри меня, он помогает мне сегодня покрывать все те вещи, которые возникают, потому что бывают эмоциональные различные всплески, гормональные различные всплески, которые, ну, происходят, то есть когда, там, беременная, когда кормят грудью, когда просто бывают свои определённые периоды проходят, ну, моя возлюбленная супруга, то есть именно вот то, что я выбрал любить её, это помогает мне покрывать это, то есть я не знаю, ну, как это… Не бороться с этим, не гневаться на это, не раздражаться, да? Да, и совсем недавно мы где-то делились тоже на одно или передача была, или ток-шоу мы делали какое-то, я такое делюсь, а потом понимаю, что где-то от кого-то я это уже слышал и начинаю спрашивать свою жену и понимаю, что совсем несколько лет назад она об этом говорила, я делился тоже принципами о семье, я говорю, знаете, от чего я получаю полное удовлетворение, радость, это то, что я могу быть дома самим собой, и это связано именно вот с принятием, а откуда оно происходит? Самого себя и её, да? Да, а откуда это исходит, что я потом понял, что когда она об этом говорила, ну, ранее, что… потому что когда-то ты сделал то же самое по отношению к твоему человеку, то есть любимому, дорогому, то есть это принятие распространяется и на наших детей, и на всех, то есть вот это то, что мы принимаем всё, что с тобой происходит, неважно там недоволен ты, ворчишь ты, гневаешься ты, согрешаешь ты, то есть я принимаю не твои, ну вот грехи, почему мне дают там с юмором, я говорю, прощаются тебе грехи твои, то есть, ну какие-то вещи в нашей семье, но они правда, потому что я понимаю, что где-то это осознанно, где-то неосознанно, я не говорю, что я там без греха такой идеальный муж, тоже иногда приходится просить прощения у жены, у своих детей, то есть, ну вот, только так. Жизнь такая, да? Да, жизнь. Позиции готовы-готовы извиниться. Ну, на мой взгляд, и это у меня убеждение уже ухренившееся, что как раз-таки семья – это то место, где мы начинаем мощно расти, мы растём духовно, мы эмоционально более зрелыми становимся, то есть, если мы не позволяем Богу совершать с нами эту работу, тогда происходит очень мощное такое преображение, и я много раз сталкивалась перед тем выбором, который мне нужно самой было сделать, это мой личный выбор. Буду ли я меняться, или я встану сейчас, да, вот в позицию какой-то там гордой, там, я сказала, или я хочу так, или там, ты изменись, да, это выбор каждого из нас, и я понимаю, что каждый раз, когда в пользу выбор был в том, что я брала на себя ответственность за себя, за свое поведение, за свой вклад, да, как говорится в слове, что «вникай в себя в учение», я, что как, я все сделала, я вот достаточно сделала, что должна была, да, и как только я вспоминала о том, что мне еще нужно предстоит сделать, я понимала, что у меня даже нет внимания, да, точнее, времени на то, чтобы ковыряться, да, менять мужа, и вот этот момент такой, как-то, да, мы помогали друг другу, и в этом плане я понимаю, что то, что со мной произошло, то, кем я стала, какой я стала, конечно же, это вот, да, большая роль, это вклад мужа, да, вклад детей. Ну, я считаю, что супружество, брак, это вообще, в принципе, означает умереть для себя и начать жить для другого человека, да. Ну, то есть, если библейски смотреть, да, то есть, фактически, отказать, ну, как где-то, кто-то как-то может это грубо звучит, да, то есть, кому-то слух режет, отказаться где-то даже от своих интересов, от своих каких-то вот вещей, чтобы, ну, быть способным служить другому человеку, то есть, и это вот, ну, непросто сделать. Это непросто сделать, это противоречит нашей натуре. А как же я, а тут же, а я вот это хочу, и вот это вот я, я, я хочу, 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 оно постоянно будет подниматься. И я понял, что когда ты это делаешь, то каким-то чудесным образом происходит так, что и твои какие-то вещи, они восполняются, то есть, ну, это правда. Это в любви происходит, да, в такой гармонии. Когда ты вот берешь другого, выше ставишь, то есть, ну, по сути, ты же должен быть здесь во главе, то есть, вот, одеть эту корону и сидеть в этом троне, но ты берешь и девашь эту корону своей жене, то есть, и даешь возможность, то есть, это не то, что я говорю, там, потакать в грехах или еще в чем-то, я не про это, то есть, и так интересно. Слушай, а как вот ты понимаешь такой вопрос, как подкаблучник? Можно ли сказать, что ты в каком-то смысле подкаблучник своей женой? Да? Да, несколько раз мне сказали, но я понимаю, что люди, они далеки от истины, когда они так говорят, то есть, потому что, ну, подкаблучником это означает, ты находишься под властью, ну, подкаблучником, под властью, под властью, под властью, подкаблучком, то есть, ну, как если вот представить, то есть, а я задаю себе вопрос, а это правда? И наши отношения свидетельствуют о том, что это неправда, это ложь, зачем мне верить и как-то реагировать реально. Мне вот буквально где-то полгода назад, ну, там, одному моему знакомому, не мне лично, сказали, говорит, и ты подкаблучник, как и сами, ну, про меня, то есть… Сравнился с таким знакомым. То есть, да, вы там вот как жены, там, они как хотят, то есть, ну, просто, опять же, люди говорят, у которых нет, ну, сами не создали семью, не живут и не руководствуются библейскими принципами, потому что это есть проявление, наоборот, уважения, когда мы можем принимать совместные решения, потому что Бог дал жену как помощницу, то есть… И как мудрую, да. То есть, и просто, там, я могу пойти в баню без проблем, то есть, и мне не надо у нее спрашивать разрешение, то есть, или еще что-то. И потом не ожидать скандала и подозрения. Потому что мы общаемся на эти темы, мы разговариваем, то есть, вот, как-то так. Вот так, оказывается, да. И вот я говорил про детей, что, ну, принцип, что мы вот когда поженились, получается, я умер для нее, она для меня, ну, у нас как-то так получилось, ну, в определенном проценте. В смысле, да, как бы подчинил себя, можно сказать, вот, каждый один другому. Ну, может быть, не во всей полноте, как это бы должно быть, но в определенном процессе, да, в хорошей пропорции, то есть, вот. И так получилось, что после первой брачной ночи мы забеременели, то есть, ну, мы хотели, мы и планировали, то есть, мы не хотели, там, откладывать на потом, то есть, и через 9 месяцев у нас родился малыш, и получается, мы уже тогда умерли для себя, начали жить, да, то есть, следующий этап, и потом дальше больше, то есть, через 2 года появляется еще, ну, детей всех наших планировано, все дети желанные, то есть, после того, как родился первый, спустя 2 года родился второй, через 3 года третий, и еще через 3 года четвертый. И вот, как-то вот так вот у нас и происходит. Слушай, это так здорово! У меня к тебе есть вопрос, на самом деле, мне очень понравилось, когда ты говорил о том, что ты вот научился принимать жену с пониманием, что у нее есть разные факторы, которые на нее влияют. Да. Вот этой разницы. Потому что у нас у всех есть такая склонность просто транслировать вот такой, как я чувствую, переживаю, на другого человека. Он другой формы, немножко по-другому выглядит, но по идее должен вот реагировать так, как я, как ты ожидаешь от него. А он вдруг бац, и ведет себя совсем по-другому. И вот мне кажется, для русских мужчин вообще не хватает вот этого понимания, что женщина, она более тонкая, она как бы изменчивая, что она не всегда действительно понимает, что с ней происходит. И у нее на один и тот же вопрос в разные дни недели может быть разный ответ или разное настроение по этому поводу. Вот насколько вы консультируете семейные пары или те, которые хотят вступить в брак, вот ты видишь, что это проблема. И насколько вот молодые люди, они готовы принять эту истину, жить с ней, как-то ориентироваться с этим. Здесь, когда приходят люди, это я этому учился, ну, долгое время, можно так сказать. Уже в браке, да? Ну, и до брака, и в браке потом учился, понял. Ну, есть такая поговорка, которая очень часто, ну, сидит в нашем разуме и в нашем убеждении, что когда с человеком что-либо происходит, ну, это, допустим, с моей женой, поставь себя на ее место. Да. И она, с одной стороны, кажется, ну, правильно же, да? И мы все живем по этому убеждению, поэтому мы ставим себя на ее место с точки зрения себя. Да. Да. И в этом-то и заключается подвох и проблема. Да. Я так долго делал, потому что я ставил, ну, я же все правильно делаю, я же ставлю себя, ты же должна вот так поступить, вот так. Но козырная наша фраза, когда, ну, и жене точно так же, она говорит, когда мы через общение это все решается. Вскрыли, да? Вскрыли, да? Вскрыли эту историю. В продуктивном общении говорю, ну, послушай, я это не ты, я так никогда в жизни поступать не буду. Да. Эта фраза очень часто звучала в нашей семье, правда. Вот, наверное, годы, может, там, не помню. Первые пять лет, наверное, да. Но мы говорили об этом, и мы, это как напоминание было. А, точно, да. Он же это не ты. Он же другой. Он же другой. Я по-другому реагирую, по-другому мыслю даже сам. Как по-другому ты… Ты же библейский человек. Он же одни мысли должны быть знакомиться. Да. И это, на самом деле, ловушка огромная, да, и когда мы начинаем воспринимать другого через призму себя, мы обязательно разочаруемся. Нас будет просто, не знаю… Выворачивать просто. Выворачивать просто, да. Потому что, как это он так сделал, как он посмел. Да, у меня есть пример такой реальной жизни, когда я просто вот, я понимала, что я хочу своего мужа придушить. Вот что происходит. Ты бы сказала, но это было. Я об этом говорю, мне даже где-то смешно. Тогда мне было не смешно. Тогда мне реально этого хотелось. Мне было тяжело. И все, в общем, сводилось к одной простой его манере отдыхать. То есть он мог среди белого дня, да, себе позволить вздремнуть. И причем моментально, да, отключался? Обидно. Он может очень легко отключиться. Это такая способность, да, многие этому завидуют. То есть он может прийти, тяжелый какой-то день или встреча была, да. И вздремнув немножко, он приходит в себя, все, стресс ушел, все, расслабился. И все, ему хорошо. Когда я видела его спящим, меня просто выворачивали. Что-то такое. Как он может? Как он может. Как он себя позволяет вообще. Я должна, да. Когда мне так плохо. Я даже, мне было не плохо, мне было обидно, что он, я здесь занята, я что-то, что делать, мало дел, что ли, надо же еще и то, и то сделать. А он спит. Он как младенец просто спит. И я всякими способами пыталась его разбудить. Детей посылала, там, телефон подкладывала, еще что-нибудь, там, тебя там звонили, да. И он мне постоянно говорит, ты что ко мне пристал? Я тебе что, мешаю, что ли? Я говорю, меня это раздражает. Когда я призналась, что меня это раздражает, я начала себе вопрос задать. А в чем дело? Что меня раздражает? Конечно же, я добралась до сути, чтобы я пошла, вздремнула на 20 минут после бела дня. Это же наглость. Это же кучу дел надо сделать, да. Случай был, когда я ей сказал. Когда я ей сказал. Отдохни, да? Отдохни. А, он говорит, иди сама поспигай, что ты ко мне пристал, иди дедат. И ляжь рядом. Я думаю, это вообще обнагленно. Еще я, чтобы легла, выход в чем был. Сам спигай. Да. И выход, на самом деле, был для меня, когда я начала себе позволять даже с маленькими детьми прилечь, отдохнуть. Я поняла, что все дела я не переделаю, да, они никуда не убегут. И я поняла, что после такого отдыха я еще более адекватна. И когда я себе это начала позволять, я отпустила его. Но вот в ловушку, как я говорю, я эту попадала много, потому что я его воспринимала через призму себя. Мне казалось, это не норма, потому что для меня это было не нормой, да. Да, да. Поэтому вот это… Вот эта ловушка вообще супружеских пар, да, вот получается. И вообще пар, вот то, что мы разные. Вы, получается, вот пройдя, как бы вскрыв эту ловушку, обогатились, получается, что ты получила возможность отдыхать, дала себе это разрешение. Это очень-очень действительно здорово. И, кстати, за это вам тоже спасибо. Я где-то читала о том, что, оказывается, ну, не знаю, может быть, процентов 80 семейных пар, но я думаю, тут как раз мир весь попадает тоже под эту статистику, они живут очень поверхностным общением. Да. Ну, как дела, что там было на работе. И они не спрашивают, а ты что думаешь по этому поводу, о чем ты мечтаешь, чего ты хочешь. Они вот этим внешним уровнем только как бы заняты. Да. И они скользят параллельно, и поэтому в семье нет ни тепла, ни глубины, ни доверия. И самое интересное, что люди даже не понимают, что они, что это не настоящая семья, что это не полноценное общение. Да. Они просто по инерции так живут, им не приходит в голову задавать эти вопросы. И, к сожалению, даже я сейчас не сделаю, да, точную ссылку, но тоже читала об исследованиях, почему происходят измены. А бытует миф, да, что там, может быть, в сексе какие-то проблемы, может быть, недостаточно, или кто-то кого-то соблазнил. Чаще всего измены происходят потому, что кто-то из партнеров почувствовал себя значимым и нужным. А, в других отношениях. Ком-то, да, начинает секретарша, да, там, на работе, или там, коллега по работе, да, или какая-то соседка поинтересовалась, да, там, мужем чужим, да, там, искренне спросила, ой, как вы прекрасно выглядите, или там, да, а чем вы занимаетесь, расскажите. И когда мужчина или женщина, на самом деле, как мужчина и женщина по этой причине часто как раз таки, да, изменяют, к сожалению, потому что они почувствовали, что мной интересуются. Я кому-то интересна как личность, да, это не просто, говорю, какая-то симпатия вспыхнувшая, да, любовь. И поэтому здесь очень важно, чтобы мы давали, вот, восполняли эту потребность именно в браке, да. Если я живу с мужем, я живу с личностью. И, конечно же, все, что с ним происходит, а с ним происходит огромное количество событий, да, что там произошло в служении, с кем он пообщался, с кем он ехал в машине. И когда я именно общаюсь глубоко, да, я понимаю, что… Это не допрос, что некоторые оценивают интересно, да, то есть распросы начинают вопросы. Где ты был? Многие сразу такой контроль расслабливают. Меня контролируют сейчас, меня допрашивают. Ну, это первая реакция, первичная, если эту реакцию преодолеть, пройти. То есть, а ты для чего? Ты же можешь спросить, ты же вот в этом-то и есть. Простой вопрос. А ты для чего меня спрашиваешь? Угу. И мой вопрос, он для чего? Что я хочу тебя… Я спрашиваю, потому что я хочу понять, для чего тебя… Почему тебя это интересует? Почему тебе это сейчас важно? И когда мы выясняем эти вещи, мы тогда становимся понятными друг для друга. Тогда нам становится интересно. И вот это, я думаю, один из таких ключиков, который поможет абсолютно каждой семье, вот, в супружестве, что нам должно стать интересно, быть интересно. Это должно быть не наигранно, не поддельно, а по-настоящему. То есть, вот моя жена, мы вот буквально вчера гуляли, я ей вопрос задал опять. Она удивилась этому вопросу, говорит, разве ты не знаешь? Я говорю, да почему? Вопрос-то не тот. Например, какой вопрос? Вот я вопрос, я говорю, что тебе интересно? Угу. Она говорит, читать книги, общаться. Что ты третье сказала? Помнишь? Нет, это что-то у меня вылетело из головы. Новые места путешествия. А, новые места. Я говорю, ну ты же это все знаешь. Я говорю, ну у тебя есть еще же что-то. Ну, потому что я понимаю, что больше. То есть, мы где-то помогаем друг другу даже раскрывать, ну, какие-то новые грани в себе. Потому что мы… А что бы ты хотел попробовать, да, например, новенькое, на шаре слетать или что-нибудь даже экстремальное? Экстремальное. Да. И я тогда начинаю, ну, когда мы интересуем… Ну, наш интерес, вот как мы… Я им стал интересоваться, ну, это спустя время опять же, не так сразу. Мне сейчас, мне интересно то, что интересно моей жене. Угу. И это относится к степени то, что я ее ценю, и мне это важно. Даже я, может быть, никогда в жизни этим заниматься не буду, но мне, правда, это очень интересно. Я принимаю в этом… Участие какое-то, да? …определенное участие. Да, то есть… Даже когда мы едем, например, у меня забирают с работы, да, у меня был загруженный день, там, не знаю, 3-4 консультации. Я сажусь в машину, он говорит, ну что, как сегодня прошло, да, то есть… И я понимаю, что вся информация конфиденциальная, я ему не вываливаю, не говорю, знаешь, сегодня кто пришел. Но он спрашивает о моем состоянии, да, было ли мне сегодня тяжело, или легко все прошло, как я себя чувствую. И это так ценно, что я могу своему собственному мужу, да, а кому же еще… Поделиться, да, получается. …поделиться и сказать свою усталость, или сказать, что, ну, вообще там, знаешь, я вот об этом переживаю, или, слушай, я поняла, что мне нужно повышать квалификацию, да. Как здорово, что он меня спрашивает. Если бы меня не спросил, может быть, я и сама сказала, но вот эти мелкие, сейчас мы говорим о таких, кажется, банальных вещах. Но на этом-то и зиждется вот эта супружеская близость. Я думаю просто, что вот очень важен ваш пример, потому что, еще раз, люди даже не знают, а что так можно, а что так нужно. Тем более, вот, ну, я слышала о том, что… Мужчинам вообще тяжелее, мне кажется, вот, ну, как бы изливать свое сердце, там, или душу как-то открывать. То есть для них это… и выслушивать жену тоже, как бы, для них проблематично. Это навык. Это, ну… Это мышцы, которые нужно качать. Это вот как навык, вот как человек никогда в жизни, если, ну, как я из спорта, да, спортсмен, если, ну, вот, человек хочет, например… На руках ходить, да. Научиться, да, там, ну, грубо говоря, все это могут, там, приседать и отжиматься. Вот сейчас давайте с вами присядем или отожмемся, и многие… Ну, кто это делает, умеет, он возьмет это и сделает, например. Ну, кто не умеет, он сразу напрягется, во-первых. То есть как, а как, а что, потому что он не знает, как это, зачем это, что это вообще. Но когда человеку показать, объяснить и помочь это применить, тогда он будет способен, начнет это делать. И это навык. То есть когда… Мне, думаете, было легко выслушивать свою жену? Да нет. Думаю, что нет. Хотя кажется сейчас, что ты прям родился с этим талантом. То есть вообще нет. То есть ты лучше меня послушай, вот я тебе сейчас… Или мне даже ей открываться, говорить. Да. Но мы поняли, что это является важным в наших отношениях, что это нам помогает. И еще… Вы это поняли до брака, да? Вот еще вот, когда вы общались вот в этих уроках, или как бы именно осознали глубоко в браке уже? Ну, я скажу, до брака, по сути, несложно общаться, да? Вот если мы вспомним, да? Мы готовы там все, не перебиваясь, слушать. И… Ой, время пять часов пролетело. Как так, да? И мы… Потому что все-таки гормоны, да, делают свое, и мы хотим нравиться друг другу, и нам все приятно слушать, и бывать везде вместе. Но в браке… Вот это уже другая же история, да? Кажется, мы 24 на 7. Спим вместе, проснулись, что-то делаем. Чего еще общаться, кажется? Да, да. Вроде бы, да? Про молоко, про хлеб, про детей поговорили. Но мы там… Тогда мы стали понимать, и я хотела бы тоже добавить, что нам нужно тоже для двоих создать атмосферу, чтобы мы пообщались. Например, я бы заметила, что мой муж любит общаться в бане. Вот я с ним иду. Не то, чтобы я не люблю баню, я люблю, но он любит конкретно париться. И иногда я думаю, господи, да и все. Выдержите, там общается. Ну, в смысле, не то, чтобы… Раскрывается, да? С удовольствием. Да, не то, чтобы в небе он не общается, но именно, например, атмосфера определенная для него комфортная, где он может любую тему открыться, обсудить. Для меня, например, комфортно, когда мы едем куда-то, да, в дороге, и мы вдвоем можем тоже очень много говорить. И вот… Потому что нет отвлекающих факторов в самом воздухе. Для меня важно именно, чтобы было где удобно… Ну… Уединение какое-то, да? Как это называется? Эстетическая составляющая или как правильно? Ну, вот когда ты… там диванчики, кафе, ты можешь сидеть… Ну, эстетическая, да, это красота как бы вот это вот… Ну, что и тебе удобно, то есть… Что нет отвлекающих каких-то факторов, и ты можешь спокойно сосредоточиться, да, то есть важность вот именно… Это кинестетикам важно, да, потому что… Мне, например, сложно, когда шумы, да, я вот аудиалы, когда кто-то шумит, еще что-то, то есть я не могу. Мне надо все-таки вот эту единицу, и мы для этого, по сути, приехали в ваш замечательный город, чтобы уединиться. Да, мы со своим детям тоже… Сейчас вы наедине со всеми. Да, но мы отделились свои, да, вот кто-то спрашивал, вы там по каким-то делам или еще что-то. Скажут, прежде всего, мы просто, чтобы провести время друг с другом, да. Сколько лет уже в браке? Одиннадцать. Одиннадцать, а кажется, как будто семь. Вот интересно. Чудесно. Мы, да, стали недавно, на самом деле, может, года два-три уделять отпуск, да, даже проводить не только с детьми, но именно вдвоем. И дети, они, нет, мы хотим с вами, пожалуйста, возьмите… Мы говорим, так, сейчас время для нас. Сейчас мы вот проведем время, чтобы и вам же хорошо было, да. Потому что если… Ну, мы все это понимаем, да, если муж-жена перестает друг с другом, да, уединяться, это же можно по-разному делать. Не вопрос свиданий, ресторанов и так далее, да. Когда у нас не было возможности, мы выходили возле дома, садились на лавочку. Когда нам не было, например, финансов, да, пойти в кафе или там, да, каких-то свободных денег, чтобы там в кино, мы садились, главное, все, вдвоем. Давай посидим, хоть под дождем погуляй, без разницы. И мы боролись за это время, да, иногда мы отлынивали, пытались, да, как-то это время… Захватывали тела какие-то, да. Да, конечно, но может раствориться, и… Но все-таки все, через время иногда муж говорит, все, собирайся. Я говорю, куда? Я сказала, собирайся. У тебя 10 минут. Я думаю, нет, я не хочу никуда собираться, у меня нет сил. Все, давай, через 10 минут я пошел в машину. И я иногда уставшая, думаю, конец дня, думаю, ладно. И я понимала, что это так здорово, да, что я пересидела. Мы куда-то поехали, сели хоть, посидели где-то там, да, в придорожном кафе чай попили, но все, мы обогатились. Мы вспомнили, что мы пара, что мы вообще-то не для, да, там, живем, чтобы деньги заработать или, там, детям что-то, да, купить или, там, что приготовить. Мы еще и историю любви строим вообще. Да, да. То есть это вот семья, и главное не пропустить-то в этой всей суете, да, хаосе. В этом, да, сегодня мир-то заставляет нас все-таки, да, не тормозить, и надо постоянно в движении не потерять друг друга. И мы этим дорожим и стараемся это передать другим, насколько это возможно для нас всеми фибрами. А наши четыре сына, они, получается, все это видят и учатся. То есть мы же как проводники, ну, наших детей в этом мире, да, как учителя, которые учат их жизни, получается. И они учатся именно не из того, какие мы правильные вещи им говорим, а из того, что в нашей жизни. То есть для них этого они будут знать, что вот что нужно ценить, что папа действительно любит маму. Спасибо большое за разговор. У меня есть, на самом деле, еще парочка вопросов к вам. Я не знаю, насколько нам формат уже позволяет. Ну, может быть, я так, если мы можем вообще кратко-кратко, да. Да, да. Знаете, мне очень понравилась одна пара, которых я знаю, наших друзей, которые в одной из, можно сказать, годовщин ухода моего мужа, например, они пришли и сказали, знаешь, а мы разговаривали друг с другом. А что будет, если кто-то из нас уйдет раньше? Как мы поступим? Например, я сейчас тоже понимаю, что этот вопрос ухода кого-то из супругов в любой момент, на самом деле, вот пока вы молодые, такие красивые, энергичные. Это кажется когда-то, ну, вообще, далеким будущим. Но это может прийти. Вот. И просто у меня тоже к вам пожелание, если вы этого не делали. Или услышать сейчас ваш ответ. Обсуждаете ли вы уже такой вопрос уже сейчас? Лёва недавно вопрос. Да. Лёва подошёл, мы 6 лет, и он говорит, мам, папа, когда вы умрёте, мы что будем кушать? Это вопросы такие, да, свойственные от возраста. Мы не обсуждали, по крайней мере, я не помню таких разговоров, но я могу сказать за себя, что я часто об этом думаю. И, ну, часто не 24 на 7, но ко мне может, да, за неделю несколько раз прийти эта мысль, да, что я понимаю, что мы не вечны, и в любой момент, действительно, жизнь может оборваться, как лично, да, моя. И буквально скажу, что сегодня утром я проснулась, и думаю, если бы сегодня меня не стало. И вот проанализируя вся жизнь, которая уже состояла, сложилась, я могу сказать, что я очень рада, и я успела, и сделала, и пожила так, как я хотела пожить. Вот буквально сегодня эта мысль меня посетила. И когда я лично такие себе вопросы задавала, да, готова ли я, если вдруг я ушла, и жизни меня не стало, да, как мне моя вообще жизнь. А потом я стала думать, а если вот всё, чья-то жизнь, да, оборвалась, там, либо я осталась одна, либо мой муж остался один, я понимаю, что мы что-то сделали, что-то очень ценное и друг для друга, и важное. но как бы это было, да, с нами по отдельности, это вопрос, конечно, очень непростой. И я понимаю, что это то, чего не хотелось бы ни в коем случае, да, но вот это осознание, что всё не вечно, оно меня приземляет очень часто. Вот, наверное, так ответила. Согласна? Да, согласна. Спасибо вам за откровенный, такой искренний, мудрый разговор. Мы желаем вам всех-всех благ. И ещё другие встречи, вот как раз раскрытие глубоких, важных тем, вот, для пар, которые созидаются сейчас, или идут к тому, чтобы быть в супружестве, или уже узнают вот эти глубины, вообще вселенной, которыми является сердце и душа человека. Друзья, с нами были Александр и Елена Заплоховы, лидеры семейного служения, которые множество пар поддерживают на этом непростом пути, замечательно любящие родители, и Елена также делится этими истинами в своём блоге, который набирает всё большую популярность. Поэтому вы можете воспользоваться бесплатной консультацией, советами. А для того, чтобы узнать, как называется её блог в Инстаграм, посмотрите в начало программы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова